Всем доброго дня, меня зовут Евгений, а это Кодиак. И да, я понимаю, что опоздал с выпуском примерно года на два, на три, и надо было его снять гораздо раньше, но лучше поздно, чем никогда. В последнее время я начал обращать, что огромное количество Кодиаков появилось на дорогах общего пользования, и у меня к этому автомобилю возник целый ряд вопросов. Заслужены ли продажи? Возможно, это все-таки отдел маркетинга очень хорошо поработал, либо хорошо работает отделы продажи на месте. Второй момент, это на каком все-таки моторе приобрести этот автомобиль? И самый важный для меня вопрос, почему владельцы Кодиаков так агрессивно катаются? Я с автомобилем уже две недели. И это не мой автомобиль, я его не купил, я задумываюсь приобрести себе этот автомобиль. До конца я еще не понял, взял бы ли я его себе. На данный момент я все еще в смятении, поэтому, если вы владеете Кодиаками, напишите, пожалуйста, в комментариях свой опыт эксплуатации. И спустя примерно неделю я сделаю закрепленный комментарий со всеми плюсами и минусами, которые я увидел, которые, возможно, я не увидел, но вы обратили на них внимание. Я такой, блин, да, точно это так работает. То есть совместными усилиями мы в текстовом варианте в комментариях дадим однозначный вердикт по этому автомобилю. И начнем мы с мотора. Я брал автомобиль на моторе 1.4, 150 бешеных лошадиных сил. Казалось бы, 1.4, но мотор очень хороший. Даже под наездником он проездит примерно 250 тысяч километров. А под водителем это можно умножать в несколько раз. Главный вопрос, который мне очень часто задавали люди, которые хотели приобрести Кодиак. Хватит ли мотора 1.4? 150-сильного, да, хватит. В городе для адекватной езды, динамичная езда даже в городе, на нем возможно при большом желании. Но это прям при очень сильно большом желании. Что касается расхода. У меня 1.4 этот потреблял в городе порядка 12 литров. Но нужно понимать, что я живу в Петербурге и я живу на Юго-Западе, а это прям огромные пробки, это 13 километров, ты едешь 45-50 минут. То есть это прям максимальный расход в пробках, который возможен. Потому что я всегда езжу в часы пик. Я в основном передвигаюсь на автомобиле в часы пик. По выходным я очень редко катаюсь на машине. Именно поэтому такой расход у меня получился. Что касается трассы. По трассе у меня этот автомобиль ел 9,3. Но это я поехал с Москвы в Питер и решил поспать 2,5 часа. При этом машину я нифига не глушил. Поэтому я считаю, что в целом для такого автомобиля здесь адекватный расход. Этот мотор же семейства ЕА211 и у Кодиака вообще в целом 2 мотора 1,4. Один на 150 лошадиных сил, второй на 125 лошадиных сил. Так вот, который на 125 я бы, наверное, все-таки не брал. Потому что по мне его прям уже будет не хватать. Плюс эта машина на механической коробке. И я не совсем понимаю, кому в 2020 году при таких надежных роботах все-таки нужна механика. То есть довольно-таки спорная история. Поэтому если вы себе рассматриваете Кодиак, то рассматривайте хотя бы 1,4, 150 лошадиных сил. Но он для спокойной езды. Если вы хотите кататься динамично, то уже нужно смотреть в сторону 2-литрового бензина. Он на 180 лошадиных сил. И он очень бодрый. То есть этот автомобиль поедет примерно 8 секунд до сотки на 2-литровом бензине. Кстати, если вы владельцы 2-литрового бензина, напишите, пожалуйста, какой у вас расход в городе. И что-то мне подсказывает, что с 1,4 он плюс-минус одинаковый будет. А по поводу динамики 8. 8 это сток. Но вы знаете все, что всегда ваг можно прошить. И на стейдже 1 этот автомобиль поедет около 6 секунд. Но не торопитесь этого делать. Потому что большой брат следит за вами. Завод, который придумал этот автомобиль, он же его придумал не просто так хорошим. То есть для этого нужна большая аналитическая база. Тебе нужны данные, с которыми ты будешь работать именно поэтому. Завод видит огромное количество параметров автомобиля. От того, как вы нажимаете педаль газа, до того, как вы включаете поворотник, он понимает все, что вы делаете для того, чтобы следующий автомобиль сделать именно для вас еще лучше. То есть, чтобы каждое следующее поколение становилось еще лучше, еще более юзабельное. И чтобы вообще все у вас было хорошо. И как вы думаете, среди всех этих параметров он сможет увидеть, что у вас вдруг надув по-другому начал работать, углы зажигания по-другому работают. Либо каким-то образом увеличился крутящий момент. Хотите оставаться на гарантии, оставайтесь все-таки в стоке. И третий мотор, который устанавливается на эти автомобили, это двухлитровый турбодизель EA288. На мой взгляд, это один из лучших моторов 21 века, особенно турбодизельных, потому что он очень экономичный и он гипернадежный. То есть, вот под наездником 350 тысяч километров этот мотор отбегает без каких-либо проблем. Под водителем он может спокойно стать миллионником. На этом, я думаю, по моторам можем закончить. По движкам кодиаку однозначно плюс. То есть, нет ни одного плохого движка, про который бы можно было сказать, что, блин, парни, вот на этом двигатель точно брать не стоит. Важный момент, из-за которого берут кодиак, это все-таки салон. И вот эти вот всякие штуки, которые шкодовские Simply Clever, честно, вот после Audi они меня очень сильно радуют. То есть, здесь мы можем найти себе зонтик. И со стороны пассажира та же самая история. Но самое важное, кто берет эти автомобили. Давайте будем честными. Как правило, это семейные люди, типа меня. И задняя дверь, вы посмотрите на нее. Она просто как на ланге. Ты ее открываешь, при этом пространства там неимоверное количество. Очень удобно с ребенком. Ты берешь ребенка, открываешь дверь, просто кидаешь ребенка в сторону автомобиля. С вероятностью 90% ты попадешь в задний ряд. То есть, это прям вообще супер. При этом задний ряд, он прям огромный. Вы берете, садитесь. Вот во мне роста метр восемьдесят пять примерно. Я за собой сижу просто как в лимузине. Я во восьмой не могу так сесть. За это прям огромный плюс. Плюс в том, что ты можешь спокойно поехать на дальники. Всем будет очень комфортно по ногам. И ты можешь спокойно посадить сзади детей. При этом дети не будут ногами бить по переднему сиденью. Это прям вообще топчик. Что касается коробок. Казалось бы, что-то должно пойти не так. Но все идет так. То есть, все просьбы были услышаны давным-давно. И даже на 1,4 моторе, если мы берем роботизированную коробку, а я на ней рекомендую брать автомобиль, это DQ250 минимум. Это шестиступенчатая коробка с мокрым сцеплением, с которой нет никаких проблем. Если мы берем более заряженные версии, там коробка DQ500 стоит. А DQ500 та же самая ставилась на ТТ-РС, которая 400 сил с завода. Грубо говоря, еще на них стейдж накатывали, и эти коробки прям ходили хорошо и прекрасно. А тут вам эту коробку засунули в машину, где 150-180 лошадиных сил. Вы сами понимаете, что запас прочности у этих коробок около вечный с этими двигателями. Багажник. Одна из самых важных вещей. То есть задний ряд, на самом деле, такой большой, что он больше, чем у 200-го крузака, либо у Lexus LX570. Но там, на самом деле, просто очень плохая эргономика заднего ряда. Здесь же она, ну, больше, чем во 8-й. По моим ощущениям, удобнее, чем во 8-й сидеть именно ногам. А багажник, казалось бы, за счет этого он должен быть урезан. Но нифига подобного. Багажник прям здоровый. И получилось так, что у меня этот автомобиль появился, когда у меня произошел переезд. То есть он очень сильно помог перевозить вещи, всякие негабариты. Вот сейчас там какие-то мелочи еще остались. Я на нем очень много катался за городом. И как бы вообще все было суперудобно. Мне все это очень сильно понравилось. И вот эти Simply Clever штуки, они меня прямо поразили. Особенно вот эти крючки. Вот прям за крючки отдельное огромное спасибо. Потому что, как обычно, ты идешь с женой в магазин. И вместо того, чтобы купить одну колбасу, ты уходишь с четырьмя пакетами и материшься, как черт. Думаешь, еперный театр. И тут ты подходишь к машине, чтобы положить эти гребаные пакеты. И понимаешь, что их ложить просто удобно. И от этого приятно. То есть вот все так продумано. По крайней мере, с моим ростом. Это идеальный багажник, в который что-то можно грузить. Плюс, если надо, я его увеличу. Буквально нажатием двух кнопок. Все. Поэтому, ну, по багажнику абсолютно. Не то, чтобы никаких нареканий. Вот прям низкий ему поклон. Зато испорченное мое настроение. И поднятое в один момент, когда эти гребаные четыре пакета с продуктами были в моих руках. Попадая в салон, все те же приятные вещи. Они тебя преследуют вообще повсюду. Начиная от мусорки. Причем она меняется. Это вообще дико удобно. Я, когда ехал из Москвы, очень активно ей пользовался. Теперь, отодвигая подлокотник, вы сразу же видите, что здесь все максимально продумано. То есть, тут есть кейс под ключи. Банально. Не знаю, вот прикуриватель, да? Вы воткнули что-то в прикуриватель, и оно надо куда-то деть в заглушку. Пожалуйста, под нее тоже есть эта фишка. Плюс, здесь два подстаканника. И под карточки, под жетончики на парковке. Вся вот эта история. Если вам вдруг это не надо, вы это отстегиваете, и у вас просто большой багажный отсек. То есть, и все это можно максимально комбинировать под себя. Что касается вот этих глянцевых накладок, на которые очень часто жалуются. Здесь я не могу сказать, что они сильно пачкаются, поэтому к ним вообще нарекания ноль. До кучи эта машина 2020 года, по сути. И здесь есть все функции 2020 года. Что касается комфорта за рулем. Он здесь есть. И он довольно-таки объемный. Я не могу его назвать премиум комфортом. Это просто комфортная машина. То есть, из вещей, которые меня очень сильно радуют. Это обогревы сидений и обогревы руля. Обогревами сидений сейчас вообще никого не удивишь никогда. А вот обогревом руля еще в целом более-менее можно. Я лично вот сейчас плюс 2, и я постоянно катаюсь на обогреве руля. Постоянно. Плюс мне достался автомобиль, у которого установлен адаптивный круиз-контроль. Естественно, на чем я еду? Я еду на адаптивном круизе. Нажимаю ли я педали. Вот сейчас таксист решил передо мной резко перестроиться. Да, за дорогой надо следить. Но когда ты толкаешься в пробке, ты просто включаешь себе скорость, с которой ты хочешь двигаться, и все, и тебя ничего не волнует. То есть, адаптивный круиз-контроль – это одна из функций, которая, на мой взгляд, уменьшает количество нарушений на дорогах общего пользования. Потому что тебе не нужно сжать на педали. Ты едешь расслабленный, машина за тебя тормозит. Причем она тормозит прямо до нуля. На ней можно двигаться в пробках, и это вообще бесконечный абсолютно кайф. Понятное дело, что здесь у нас есть Android Auto. С Apple такая же история есть. Я, честно говоря, не помню, как она называется. И ты опять-таки навигатор выводишь себе на экран, и все, и поехал. Тебе не нужно смотреть в телефон. Есть беспроводная зарядка, ты кинул телефон в беспроводную зарядку, либо подкинул провод, чтобы был Android Auto. Смотри уже на свое усмотрение. И это прям вообще суперудобно. Вот я сейчас еду в Эко, я еду на адаптивном круизе. Я могу с вами абсолютно спокойно общаться. Я не устаю. Нужно отдать должное салону. Салон у нас один из самых простых. Но даже на нем в целом передние сидения удобные. Про задние я так не готов сказать, потому что сзади лично меня укачивает. Ветеля тоже укачивает. Но вполне возможно мы зажрались. Как бы вполне возможно. Многим задний ряд подойдет. Но спереди мне удобно. Единственное, что когда ты едешь на дальняк больше 5-6 часов, спина все-таки уже начинает уставать. Поэтому мне кажется, что Kodiak, он более городской автомобиль, нежели трассовый. Трассовый, по крайней мере, не на 1,4 бензине. Хотелось бы все-таки расход чуть поменьше. Про коробку-то я вам рассказал. А вот что касается привода, точнее полного привода. Здесь же автомобиль еще и полноприводный. И этот полный привод осуществляется за счет Haldex 5-го поколения. И опять-таки на удивление, кто бы мог подумать, с ним ничего не происходит. Просто меняете масло, и вся эта история спокойно ходит более 200 тысяч километров. Даже если сломается насос муфты Haldex, он стоит 17 тысяч рублей. Это не сверхъестественные деньги. В целом, которые можно потратить. Но это может произойти в одном случае. Если вы не меняете вовремя масло. Все, масло просто раз 60 тысяч меняйте. И будет вам счастье. Вот единственное еще нарекание. Но это вопрос даже не к адаптивным. Если бы весь город катался на адаптиве, город бы весь очень плавно ездил. А вот люди, вот он едет, едет, едет. И вдруг он резко решил затормозить. Машина это видит. И такая типа, да, давай я тоже заторможу. Лично мне в пробках удобно ездить на адаптиве. И я обалдею, потому что мне ехать до дома 45 минут в среднем. И ехать всего лишь 13 километров. Поэтому меня он максимально устраивает. Это та опция, на которую я прям рекомендую брать. Здесь еще стоит, кстати, диодная оптика. Передняя, которая секциями загорается. Вся вот эта современная история. Если вы катаетесь в городе, не факт, что она вам нужна. Потому что, как правило, города сейчас хорошо освещаются. С этим проблем нет. Но если вы выезжаете на трассы, то прямо вот крайне вам рекомендую. Вы будете балдеть со света. Диодная секционная оптика. Это прямо вот то, что нужно обязательно покупать на автомобилях 2020 года. Светит она здесь очень даже хорошо. И у меня, кстати, на автомобиле обычная приборная панель. То есть не цифровая. Не могу сказать, что она мне напрягает. Конечно, в 2020 году она все-таки выглядит немножко странно. Поэтому, если есть возможность, я бы взял прям цифровую. Вы ее максимально под себя настроите. Это будет кайфово. Потому что здесь ты уже начинаешь видеть пиксели. И это прямо странно. Вот прямо очень странно. Ощущать в 2020 году. А еще у нас в Петербурге чудная погода. Такое ощущение. Смотри, все, мы заехали в Салент Хилл. Все, пошел. Пошла петербургская чудная погода. У машин также есть характер, как и у людей. И у каждого он все-таки свой. Я долгое время пытался понять, какой он у Кодиака. И все оказалось очень сильно на поверхности. У тебя всегда есть друзья, которые тебя уведут в какой-то блуд. Есть друзья, которые тебе дико поднимают настроение. И Кодиак все-таки немножко не про эту историю. Кодиак про ту историю. Допустим, у тебя есть друг, который всегда придет на выручку. Что бы ни произошло, он всегда придет и поможет тебе. Кодиак как раз такой автомобиль. Он особо никогда тебя не подведет. Потому что здесь очень надежные агрегаты. Он не будет кичиться тем, какой он крутой парень. Он просто парень, который придет на выручку. И если вам нужен такой автомобиль, то его однозначно нужно брать. Спасибо большое, что посмотрели этот ролик. И до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok